Лето стояло дождливое. В городском саду над рекой крапива разрослась выше скамеек и закрыла могильную каменную плиту. На плите была выбита надпись «Сибиряки писателю Сибири». Раненые из соседнего госпиталя часто приходили в сад, сидели на могильной плите, покуривали, смотрели на реку, удивлялись. Глубокая и величавая, она огибала глинистую гору с заглухшим садом и уходила в такие далекие дали, что от одного взгляда на них становилось спокойно на сердце. Иногда в саду появлялся босой мальчишка с ведром и клеил на забор афиши. Бойцы читали и огорчались. Внизу в городе шли новые картины в кино, а старший врач редко отпускал бойцов в город. Все посмеивался, говорил, что от скуки лучше заживают раны. Но когда появилась афиша об открытии зверинца, вывезенного из южного прифронтового города, бойцы взволновались. Даже решили послать к старшему врачу Ходотаев с просьбой отпустить выздоравливающих зверинец. И выбрали для этого двух приятелей. Стрелка Федоткина, родом из Сапожка, есть и такой город в России, и Наума Бершацкого из Тирасполя. Но Бершацкий наотрез отказался идти к врачу и объяснил бойцам, что на это есть у него веская причина. Причина действительно была, и заключалась она в подписи под афишей. Директор зверинца Розалия Бершацкая. Наум прочел эту подпись и сразу заскучал, потерял присутствие духа. Дело в том, что Розалия Бершацкая была никем иным, как матерью Наума. С детства она называла Наума не иначе, как босиком. У старухи были на это, конечно, свои основания. Наум учился кое-как, предпочитал гонять голубей, играть по задворкам в тридистика, делать набеги на баштаны на берегу Днестра и воровать там дыни у беззубых сторожей. Но по натуре Наум не был плохим человеком. Он это знал. И не его вина, что у него получился легкомысленный подход к жизни. Больше всего Розалия Бершацкая негодовала на сына за его умение жить по блату. Понятно поэтому, что Наум заскучал. Он боялся неожиданной встречи с матерью, хотя вместе с тем втайне и желал ее. Как-никак, а он любил эту беспокойную старуху. С ней было связано воспоминание о детстве, с его нестерпимым солнцем, гудящими базарами, запахом абрикосов. Как-то вечером Наум рассказал о своем детстве Федоткину. Но тут отнесся к этому рассказу с обидным равнодушием. Науму было досадно, что Федоткин, курносый веснущатый парень, ничего не понимает в таких делах, как воспоминания о детстве. Звери долго не могли успокоиться после пережитых бомбежек. Стоило где-нибудь в городе зафыркать к грузовику, как они начинали поглядывать на небо, волноваться и от волнения переставали есть. Тогда старый сторож Давид приходил к Розалии Борисовне, швырял в сердцах на стол через окошко кассы кусок сырого мяса и начинал шумно брониться. «Примите мясо и сократите свои нервы!» «Эвакуант!» – отвечала, сдерживаясь, Розалия Борисовна. Такие ссоры случались каждый день, пока, наконец, в зверинце не появились раненые бойцы из госпиталя. Розалия Борисовна заулыбалась и, не доверяя Давиду, сама давала объяснение о нравах зверей. Бойцы осмотрели зверинец и ушли, но один из них задержался, сел около кассы, закурил. «Нога тоскует», – сказал он. «Малость передохну и поковыляю обратно». «Пожалуйста», – ответила Розалия Борисовна. «Хотите чаю?» Боец отчаяния отказался. «Знавал я на фронте одного человека», – сказал боец, по фамилии Бершацкий. «Ох, товарищ», – сказала Розалия Борисовна тонким голосом. «У меня сын на фронте, я ищу его, как нитку в сене, уже четыре года. А как его звали?» «Звали его Наумом», – пробормотал боец и с опаской посмотрел на Розалию Борисовну. «Так это же он», – воскликнула Розалия Борисовна и засмеялась. «Мой босяк! Вы из одной с ним части?» «Нет», – сказал боец. «Я его издали знал. Он работал продавцом в ларьке военторга». Розалия Борисовна встала, покраснела от гнева, подняла руки к небу и потрясла ими. «Я так и знала. Трус, блатмейстер. Другие люди бьются с немцами, а он торгует в тыловом ларьке». Нашел себе место. Позор на мою седую голову. «Я ему покажу, что должен делать на фронте мой сын. Он у меня поплачет. Он у меня, как миленький, возьмет автомат и будет драться, как надо. Тоже новости. Торговать. Чем?» «Махоркой он снабжает бойцов», – испуганно пробормотал раненый. «Чтобы он подавился той махоркой», – крикнула Розалия Борисовна. Боец позабыл о чае и торопливо заковалял госпиталю. Федоткин ничего не сказал Науму о разговоре со старухой. Но дня через два он снова появился в зверинце. Подошел к касте, где сидела Розалия Борисовна, просунул голову в окошко и быстро сказал. «А ваш сын, между прочим, хотя и торгует махоркой, а геройский человек и представлен к ордену Красного Знамени». «Ну-ну», – сурово пробормотала Розалия Борисовна. «Не втирайте мне очки, молодой человек. Я его лучше знаю, чем вы». «Воля ваша», – сказал Федоткин, – «а врать мне нет интереса. Он мне не сват, не брат, а, можно сказать, сосед по лазаретной койке». «Он здесь?» – крикнула Розалия Борисовна и вскочила. «Выписался», – торопливо ответил Федоткин, отводя глаза. «Вы слушайте, что я скажу. Немцы окружали наш ДОТ, а приказ был держаться в том ДОТе до прибытия подмоги. Одним словом, до тех пор, пока начнет разведнять». И говорит командир ДОТа по телефону. «Держимся и не уступим ДОТ. Но маловато патронов для пулемета. И опять же, если бы хоть раз затянуться. Нет табаку ни крошки. Что ты будешь делать? Без табаку сердце томится, и в глазах пусто». И тут вызывается Наум Бершацкий, случайный человек в нашей части, доставить на ДОТ и патроны, и табак, и спички. «Дайте мне, — говорит лейтенанту, одного парня для подмоги, потому что у человека не десять рук». Лейтенант согласился и пополз Наум в ДОТ. Как только его пронесло, никому неизвестно. Но он, однако, дополз и табаку всем дал, а командиру особо пачку дорогих папирос. И по случаю внезапной смерти командира ДОТа взял на себя распоряжение, как человек тертый и ученый в школе. И продержался, пока не разведняло. Розалия Борисовна заплакала и долго не отпускала Федоткина. «Вот видите, товарищ, — сказала она ему напоследок, — хорошее воспитание никогда даром не пропадает. Об одном я только жалею, что он уже выписался из лазарета, и нет его в этом городе». «Оно, конечно, жалко, раз вы его простили, — сказал боец. А когда возвращался в госпиталь, то ругал Наума и говорил в пространство. «Ну и волынка же с этим Наумом, черт его подери!» На следующий день Наум пришел в зверинец. Розалия Борисовна поймала его и так стиснула, что он задохся, и только и мог выговорить, «Бросьте, мамаша, что это ей Богу за обращение?» Так окончилась эта маленькая история в сибирском городе. Наум уехал на фронт, а раненые передавали рассказ о нем и о Розалии Борисовне из уст в уста, и, сидя на могильной плите, говорили, что материнское слово всегда отлежится у человека в душе, вырастет как зерно, даст колос. Розалия Борисовна иногда приходила в старый сад, тут ведь часто бродил на костыле ее Наум, слушала издали пение бойцов и даже плакала. Уж очень широко и печально пели бойцы, как будто дарили этой родной стороне свои песни, как дарят уснувшие матери осторожный сынови поцелуй.